Райм, не отставай, деревня от астролога уже за этим холмом, вот, я её вижу! Так, ладно, побежали туда. Я уже вижу там этот, как там его, ритуальный, ритуальный, вот этот столб, или чё-то типа того, как он называется, где мы сможем с тобой обучиться этим навыкам. Мы давно уже не были в этом мире, где везде находятся алтари, последний раз мы с тобой вообще, вот помнишь, становились этими, ну как их там называют, ну, паладинами, вот. А, так это было в первой части, во второй части мы как раз-таки, да, становились с тобой вот этими воинами какими-то непонятными. А в этой части, какой тут астролог живёт градусу, вообще, я думал, что ты меня просто решил промыкануть. Короче, Райм, подожди, я тебе сейчас всё покажу, объясню, мы с тобой постепенно поймём, как это работает. А вам, ребята, я хочу сказать, ёвчукова, ребята, как дела ваши? Если вы хотите посмотреть первую и вторую часть, вы увидите её тут сверху по подсказке справа, а также не забудьте поставить прямо сейчас лайк, а также не забудьте подписаться на канал, кто впервые здесь у нас в гостях, так сказать, находится. Весело, ууу. Прикольно на кактусе прыгать? Хватит дурачиться и пошли ближе к делу. Значит, смотри, наша суть с тобой сегодня изучить полностью эти заклинания. И что я хочу сказать, с каждым разом, когда мы уже, типа, изучали эти все способности, так сказать, понаходили алтари, я больше чем уверен, эти алтари рассчитаны на всю команду. Ну и что ты нашёл? Я нашёл какую-то кругленькую штуку, похожую на планету. Называется дебаггер, с помощью её ты сможешь прокачаться намного быстрее. Короче, смотри. В ней сосредоточена вся сила, которую ты получаешь при выполнении заданий, убийства мобов. Ну, в общем, там просто правая кнопка мыши возле алтаря нажимаешь и впитываешь его силой. Поэтому мы с тобой изучаем астролога первого уровня и таким образом смотрим наши характеристики. У меня появилась иконка справа, я ещё не знаю, за что он отвечает, потому что астрологом я ещё никогда не был. Но вот когда мы найдём все алтари полностью, нужно будет собрать бешеную команду, которая изучит каждый класс и мы будем дополнять друг друга, как, не знаю, как пазлы. Я спрашивал знакомых астрологов, они сказали, что это довольно муторная тема, надо будет её изучать отдельно. Поэтому, ребят, давайте так. Если вы хотите летсплей по этим способностям, по этим всем алтарям, давайте наберём, ну не знаю, там 12 тысяч лайков, 345, вот нравится мне это число. Так, значит, первый уровень у нас есть, добавляет способность притягиватель. Книга заклинания открывается и притягивание используется. Тянет одну из шести случайных карт, используйте эту способность снова, чтобы активировать свою текущую карту. Ооо, у тебя что-то получилось? Я применя... О, да до мной тоже появилась, но ты её, наверное, не видишь. И у меня появилось какое-то дерево. Всё-таки астрологи говорили, что это сложно, хотя ничего не сложно. Применяю ещё раз. И мне даётся насыщенность на 2 секунды, сопротивление 15 секунд, прилив здоровья. Райм, а какая карта выпала тебе? Нет, выпал туз. И чё там, чё он тебе даёт? А сопротивление и прилив здоровья. Ну, видимо, они как-то чем-то отличаются, но это мы ещё испытаем несколько раз. Способность пока что ушла на перезарядку, поэтому, Райм, я предлагаю с тобой... Ну, всё-таки я предлагаю первый уровень с тобой получить, так сказать, сражаясь в битве с мобами. Поэтому нам понадобится стартовое снаряжение, а оно появится через 3, 2, 1. Хлоп! О, чё это? Какого хрена? Э, а почему тебе больше повезло? Почему у тебя кольчужная броня, а у меня... Кстати, у меня стрелы и лук, а у тебя щит и меч. И меч, а там бессмертие. О, нифига тебе повезло, ну ты счастливчик. Видимо, ты вытянул более счастливую карту. Куда ты побежал-то? Я бегу где-то в пещерные биомы, где мы сейчас можем найти скелетовый монстр. Либо дождаться ночи с тобой можем и выпить деле ночного видения. Мы нашли соседнюю деревню, можем её в теории убить. Нет, ты чё, нельзя, вообще давай, да. Ну вообще, если мы убиваем с тобой разные цели, что бы то ни было, мы получаем дополнительный опыт, который нам в будущем поможет прокачать остальные способности. Дебаггер это круто, но первые уровни придётся получить именно таким образом. О, пещера. Не, это каньон, блин, у него спускаться неудобно, потом выбираться... Ничего страшного. А, нет, стоять! Ой, ты снова применил какую-то карту? Да. У меня снова крест-то выпало. Всё те же насыщенные сопротивления и прилив здоровья. Классные карты, и главное, у нас прибавилось два сердечка. Чем выше уровень, тем больше сердец и разных характеристик. А я пока что попробую... Не знаю, если я убью жителя, мне дадут за это хоть какую-то горстку опыта? Убил. Райм, опыт не выпал, плохие новости. Мне тоже понадобится меч, чтобы прокачать способности как можно быстрее. Так, я ещё не все карты получил. Мне какая-то снежинка выпала, чё даст она, чё даст она, хопа! У меня какой-то гарпун на 15 секунд дался. Может быть, ты можешь под водой дышать? Надо будет попробовать, но я уже не успею. Я думаю, если мы будем с тобой летсплей делать по этим модам, то мы будем изучать уже глобальные эти штуки. Но сейчас, я думаю, так всё-таки отправляемся с тобой в пещеру. Если у тебя будет хоть какой-то меч, точно, поищи по сундукам, возможно, здесь будет хоть какое-то оружие. Сейчас посмотрим. Ладно, Райм, я тогда отправляюсь в пещеру, вот прям в эту, в этот каньончик. Ты тоже не отставай. До второго уровня нам буквально убить парочку мобов, и дальше мы уже справимся с любыми пирожками. Стоп, какие пирожки? Да так, не важно. Ладно. Градус, я уже пришёл, и смотри, что у меня для тебя есть суперкрутой новенький меч. Зритовый, кстати. Деревянный, да ещё и поломанный. Что может быть лучше, Райм? Спасибо. Где ты его откопал? Мне, в принципе, неинтересно. Погнали в пещеру, и там уже найдём, не знаю, скелетов, криперов. Чё произошло? Что ты сделал? Магия, а в МБВ. Ничего нового, в общем-то. Ладно, побежали. Прокинул у меня туманное зелье ночного зрения. Ну, кстати, неплохой приём для того, чтобы пойти в пещеру без факелов. Правда, пещера тут, я чувствую, быстро закончится. Райм, мы с тобой идём искать новую пещеру. О, долго искать не пришлось, тем более я немного упал. Тут целый каньон, прям буквально два блока вниз и целая пещера. Правда, у нас еды немного. Летучую мышь, надо убить летучую мышь, за неё, возможно, дадут опыт. Где она? Где она, где она? Только свистни, он появится. Градус, мышь! Всё, я её убил, из неё не дали опыта, что за бред? Да сколько мы будем искать? Буквально два моба. Два моба мы находим, убиваем по два моба каждый, и всё, мы шоколаде. Кстати, здесь золото, зря мы с тобой кирки не взяли. О, скелеты вижу, скелеты вижу. Райм, ты должен, по идее, идти вперёд, поскольку у тебя щит и вообще тотем бессмертия. И почему тебе так повезло? Всё, мне дался опыт, мне дался опыт немного. Так, здесь тупиковая зона, поэтому придётся выбираться. Райм, я перестаю видеть в темноте, дай ещё зелье. Держи. Стоп, откуда ты узнал, что это зелье? Короче, ладно, неважно, держи. А, это зелье, я думал, ну, зелье, другое дело. Теперь нам надо добраться как-то до остальных мобов, у тебя есть блоки земли? Хотя бы, аккуратнее, чуть не упал. Отлично, хорошо, хорошо, хорошо работаем, хорошо работаем, только не надо копать под меня. Почему? Я знаю, что ты хочешь меня столкнуть. Да и что? Неважно, побежали наверх. Мы нашли спауни два скелета, отлично, подбирай всё, что видишь, танкуй. Где твой щит, Райм, ну где ты? Здесь, я бегу, Градус. Какой ты долгий, давай. Я вытаскиваю карту, снежинка, опа. И что мне далось? Я как бы использовал эту снежинку. Давай, давай, нам чуть-чуть опыта осталось. Градус, не переживай, не переживай. Нет, не ломай. Я спас нас. Ты дурак, это была ферма опыта. Ну, тут даже нет пшеницы, хотя, возможно, вот это зелёное. Райм, ты понимаешь, насколько ты хуже нам сделал? Теперь мы не сможем с тобой находить быстро мобов. Держи железка. Иди в жопу. Я вытягиваю какую-то кувшинную карту, что? Что это за карта надо мной сейчас появилась? И применяю эффект, и на мне кувшин. А что даёт кувшин? Добавлено заклинание Малефик. Астролог 2, Астролог 3, Астролог 4 и Высший Астролог. Что они дают, интересно? Добавляет возможность Королевская Дорога. Добавляет способность распространения. Ой, господи, как всё запутано. Ладно, я думаю, мы ещё сейчас быстренько нафармим с помощью Малефика взять или Благодетеля. Малефик или Благодетель? Эники, беники или валеники? Валеники, Малефик, значит. Значит, что делает Малефик? Атака с низким уроном, которая будет искать цель. Звучит прикольно. Райм, стой на месте. Стой на месте, я хочу проэкспериментировать именно на тебе. Эм, у меня было одно сердечко. А что ж ты раньше не сказал-то? Райм, я чувствую, нам с тобой стоит пойти поспать, вот так сказать, в отеле. И дождаться ночи. Там уже скейтов будет больше. И заодно я пойду сделаю себе железный меч. Там уже посражаемся, будет веселей. Отель? Что? Здесь есть отель? Ну вот, вот это вот, отельчик. Ладно, ребят, вернёмся уже ночью. Колокольчик. Райм, давай выходи, уже ночь наступила. Отстань. Давай, пора вставать, ленивая жопа. Зачем ты сломал кровать в этом чудесном отеле? Мы с тобой собираемся прокачивать и дальше уровни астрологов. Чем дальше, тем круче. Но, кстати, с этими картами очень интересно. Я думаю, мы теперь будем качаться в эту ветку и узнавать, что же там получим мы сегодня. Поэтому нам понадобится, наверное, уровень пятнадцатый. А пятнадцатый это уровень максимальный. И я думаю, вряд ли мы сегодня это прокачаем. Поэтому сегодня я планирую хотя бы половину науков выучить. Опа, ночное зрение. Давай, 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 давай. Да не так, вот так вот. Не забывай про то, что у тебя есть способности. Ты можешь карты вытягивать или вот так вот шмалять пули, которая летит в первую очередь в тебя, а не противника, прости. Какое-то солнышко. Солнышко дает баланс, голод, ночное зрение. Нет, ночное зрение это у меня было. А мне дало ночное зрение, я умер. Я тоже. Карту, карту, срочно карту применить. Какой-то холод. Спешка на пятнадцать секунд. Ну, кстати, интересно. Этими картами реально можно свою судьбу вершить как угодно. Даже без зелий. Астрологи очень удобные. Я бы такого в команду по-любому взял. Даже парочку бы не помешало. На меня напали пауки, тут всякие эти зомби. Я вижу, я вижу. Возвращаемся быстрее к алтарю. Я получил уйму опыта, пока убивал тех реперов. У меня восьмой уровень. Астролога 4 я, к сожалению, взять не могу. Но я могу взять благодетеля, воспламенение, основные достоинства и последний навык. Гелиос пока что. О, Гелиос. Звучит грозно. Берем еще эти навыки. У меня уже девять способностей. Раем Кекович. Ловите пушечку. Бабах. Ты, кстати, костью дерешься. Ты в курсе? Ой. Ты что, дурак, что ли? Я знаю, что эти способности как-то позволяют менять основную. То есть, смотри, я применяю карту. Ты, кстати, на какого уровня прокачался? Аккуратно, Крипер. Так, Райм, ну все. Я уже девятого уровня даже. И я могу еще выучить способность силы тяжести. Все. Это уже десять заклинаний. Или сколько? Или девять. Пока что, я не знаю, смогу ли больше изучить. Так, я хочу разобраться все-таки, как работают вот эти карты. Сжигает вашу текущую карту, чтобы расширить возможности следующего. Королевская дорога. То есть, оно сжигает неудачную карту. И кажется, здесь не только успешные карты есть. Можно вытащить еще какую-то неудачную, которая будет окладывать на тебя кучу негативных эффектов. Поэтому все правильно. То есть, тут целая колода есть. Ё-моё. Тут можно такие махинации творить. Значит, смотрим. Берем карту. Применяем. Надо мной призывается карта солнца. Это как раз плохая карта. Она мне давала негативные эффекты. Потом я использую сжигание карты. 150% к силе. 30 секунд ждем, пока карта пропадет. Поэтому, ребята, сейчас она перезарядится. И мы вернемся. Так, ребята, пока карта почти уже перезарядилась. Объясню, как работает третья способность. Вот эта, которая на самом деле четвертая. Она, если карта ваша хорошая. И может пригодиться в какой-то необходимой срочной ситуации. Вы можете ее отложить наперед. То есть, туда специально и делается вот этот дополнительный отсек. У меня снова карта солнца. Вот эта говеная карта солнца. И я потом применяю вот эту штуку. Оно откладывается на вторую карту. И она потом будет у меня как запасная. И я смогу применить сразу две. Если ты станешь достойным чародием, ты сможешь колдовать. Ну, кстати, астрологом быть не так просто, как паладином. Паладин просто применяет там четыре способности. Рвется вперед и дает всем трыньюлей, так сказать. А у меня, значит, тут еще осталось немного способностей по типу... О, надо почитать. Что ты делаешь? Ты хочешь меня убить? О, я пытаюсь тебя убить, но мне не получается. Я убью... А, ну попала в голема, помоги мне. Так, я что-то применил, но не понял, что применил. Секундочку, надо почитать описание заклинания. Исцеление. О, сердечки. Я исцелился, хоть неожиданный приятный. О, и ты меня исцелил, красавчик, братанская помощь, на еще. На еще, извини, не хотел. Правим, сейчас будут эксперименты, но нам придется дождаться следующей ночи. Это наши подопытные, на которых мы будем применять вот эту способность. Отойди на тебя, тоже она применится. Три, два, один. А, что это? Почему она применилась возле тебя, а не в зомби? Во, вот такая засасывающая штука. Кстати, убила на одного только зомби, но нанесла урон всем. Еще раз! С одного удара ты точно никого не убьешь? А попробуй прямо сюда ее заспаунить. А я пытаюсь, у меня не получается. Она наносит урон на постоянной основе. Ну, короче, в битвах на большом, против большого количества противников, это довольно хороший эффект. Если, конечно, пвпшится один на один, ты не такой крутой. Но на то он и астролог. Он все-таки команде помогает, нежели, так сказать, лезет в драку вперед. Сзади! А, а! Нормально. Сзади! Да блин, насколько можно? Так, Райм, фу, Гарем разобрался со всеми, все поумирали. Самое время применить дебаггер, чтобы прокачать две самые крутые способности. И главное, прокачать астролога 15 уровня. Подходи к ритуальному столбу и применяй дебаггер. Я его применил, больше он мне не нужен. Так, я могу стать астрологом 4 уровня. Я это делаю. Я становлюсь астрологом 15 уровня. Я это делаю. Потом я применяю какой-то аспект благодетеля, еще какая-то штука. И применяю еще два заклинания. И могу выборочный фокус, который не будет тебя задевать. Теперь я применяю заклинания вот эти. Я применил заклинания, ничего не понял. А перезаряжается оно полторы минуты. Это был высший астролог, добавленная способность замедления времени. Одна целевая способность, которая удваивает длительность всех полезных эффектов. То есть, если бы я навелся на тебя и у тебя были положительные эффекты, они бы длились в два раза дольше. Слушай, ну если ты какой-нибудь, не знаю, там химик, зельевар. Так, давай посмотрим, что еще мы умеем с тобой. Значит, заклинание, аспект благодетеля, одно целевое лечение, которое также дает регенерацию. Это дает оглушение, а это дает лечение. Я применяю заклинания. Массовое исцеление. И у нас появляется регенерация на 30 секунд, что очень, между прочим, много. Потом я еще применяю вот эту штуку, которая заряжает нас тоже какими-то положительными эффектами. Но самое главное, я хочу применить вот эту способность. Ты готов, ты готов, ты готов, ты готов. Погнали в пещеру, чтобы я их проэкспериментировал также на зомби, криперах и прочих. И ты будешь рядом с ними стоять. Ну окей, погнали. Значит, ребят, объясню, что вообще будет происходить. У Райма тут, короче, тусовка, пати. Я потом сломаю вот этот песок, чтобы зомби гнали за мной. Но я потом применю заклинание, которое я, собственно, уже применил. Оно перезаряжается две минуты. Две минуты, Карл! Так, Райм, а пока мы тут с тобой экспериментировали, мы хотели проверить, как будет работать заклинание, которое, типа, удваивает эффекты. Выпусти меня отсюда! Усиление эффектов! Ну чё? Эээ, ничего не получилось. А у меня получилось. Лови! Ну не так, это работает, надо сначала применить. Ну ладно, короче, еще 40 секунд. В принципе, регенерацию применяем. Надеюсь, вы перед самым сильным заклинанием поставили лайк, подписались на канал. Сейчас будет, так сказать, 25 секунд ожидания. И мы уже через эти 25 секунд вернемся. Райм, не убегай, ты у нас сегодня экспериментатор. Самое время экспериментов. Иди в жопу, Градус, я умываю ноги. Подожди, нет, 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 нет. Сейчас я зомби просто отвлеку. Давайте, зомби, идите ко мне, друзья мои, друзья хорошие. Ой, 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 они на меня закрылись. Хопа! Остановить время! Ой, что? Чувак, я не вижу их вне радиуса этого заклинания. Но, кстати, массовая штука заморозка времени, прикольная. Это кедавра. В общем, ребята, я настаиваю. У нас еще как бы 2 или 3 алтаря, которые мы не проверили. Очень много заклинаний крутых способностей. Я вас прошу, поставьте 12 345 лайков, мы сделаем летсплей со всеми ребятами. Будем выживать, прокачиваться, и будет у нас суперкоманда. А на этом наша серия подходит к концу, поскольку мы показали, по сути, все заклинания. Всем хорошего настроения и, ёвчё, пока! Всем пока! Всем пирожков!